Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Валерий Ермолаев, поэт и писатель из Казани. Это моя третья часть выступления на тему «Творчество и творческий путь». Как уже я сказал, я не могу рассказывать о всех писателях и поэтах, талантливых, которые сейчас присутствуют и живут, и сдаются достоверно. Поэтому я хочу рассказать немножко о себе, о своем творческом пути, о как он складывался и что нужно молодым писателям, поэтам сейчас, для того, чтобы сформировать свое такое, накопить определенный опыт и сформировать свои темы стихов, и чтобы они были интересны, во-первых, и самому человеку, и для того, чтобы они были интересны и людям. и общество. Какой-то такой, может пафосно звучит, призыв, призыв от вас, чтобы прозвучал, чтобы это было и настроение, и какая-то присутствовала мысль. Мы же не песни все-таки пишем, когда иногда мы слышим некоторые песни, в которых нет смысла. То есть тут немножко начинаю задумываться, для кого она написана, для какого возраста она написана. Но даже если там в песне нет никакого смысла, есть настроение, да? Вы понимаете, что есть какой-то ритм, какое-то настроение, и этим песни отличаются от стихов. То есть может текст у них быть, у песни не очень, как сказать, со смыслом, но именно ритм и настроение передают им окраску. А когда мы говорим о стихах конкретно, да, здесь должно быть и, с моей точки зрения, должен присутствовать и смысл, и какое-то философское содержание. Вот. Глубинное, как сказать, настроение. Для этого молодым людям, кто собирается заниматься творческим в этом направлении, я советую общаться с людьми, ходить в литературное объединение, рассказывать о себе, слушать о других молодых писателях, которые присутствуют в этом объединении, искать, значит, людей, близких вам в этом направлении, то есть встречаться с творческими людьми, общаться с ними. Именно вот это общение дает очень большой фундамент для багажа. Вы смотрите, как люди пишут, вы смотрите, о чем они пишут, вы смотрите на людей конкретно, что они себя представляют, да, какие они. То есть, если человек писатель или там он пишет стихи, это не означает, что он какой-то особенный. Это обычные люди, да, со своими, как говорится, какими-то характером определенным, да, который у них сложился. То есть, они могут и курить, могут быть и убивают, но мы же говорим не о этих, так сказать, склонностях человека, мы говорим о том, что вне зависимости от этих своих, может быть, негативных склонностей, он нашел в себе возможности и выбрал тему, которую он сложил и показал людям достойно. Вот. А для этого, еще раз повторяю, должен быть опыт какой-то. Опыт накапливается с течением времени. То есть, я знаю многих, кто начинал со мной, да, вот, если вы хотите посмотреть, вот, второй части, как раз, я об этом рассказываю, когда я занимался в мастерской, где я свалила, вот, они все куда-то исчезли. Вот. А я же сохранил свой вот этот багаж, знания, и сейчас пытаюсь с вами на эту тему разговаривать, общаться, для того, чтобы вы не бросали эту тему, а развивались. Да, определенные сложности, естественно, они будут. Может, даже определенное непонимание, может быть, что у вас не будет хватать деньги на публикацию, да, своих рассказов, стихов. Но в современном мире есть соцсети, где можно выложить, где можно получить определенные, может, критические замечания. Вот. Но это тоже работа. Не надо бояться этого, надо прокладывать себе путь. Вот. Возможно, не будет общего признания какого-то, но зато вы будете знать, какая тематика интересует людей, какая тематика интересует вас конкретно. Допустим, я вот сейчас пишу стихи на картины известных художников. У меня более 200 работ на эту тему. У меня стихи написаны на все серьезные картины прошлого века, которые достигли, которые называют люди художники шедеврами, да. Лена Ордовича, там, вот, и другие. Я уж всех не буду перечислять художников известных. Вот. На все известные картины у меня есть стихи. И они очень красиво звучат. Вот. Я в связи с этим стал очень популярным в соцсетях как под псевдонимом «Наш поэт». Вот. В свое время в Фейсбуке у меня было более 5000 подписчиков в ВКонтакте. Вот сейчас я развиваю эту тему. Инстаграм. У меня тоже было в свое время очень много подписчиков. Вот. А теперь я больше, как бы, выкладываюсь в ВКонтакте. Вот. Тема, видите, очень глобальная, да. Написать стихи на картину. На любую картину, да. Вот. Если вы вспоминаете свое детство, я свое детство вспоминаю. Вот. То есть мы писали сочинения, допустим, «Грачи прилетели», да, на эту картину. Вот. И так далее. «Московский дворик», да. Вот. Я это в детстве помню, как мы писали, действительно, сочинения, да, на эту картину. А теперь я уже конкретно стал этим интересоваться, заниматься. И у меня стало около 200 стихов на эту тему. То есть это огромный труд. Огромный труд. И он очень, как бы, популяризирует, популяризирует очень, как бы, художников, которые, молодежь, которые стали заниматься этим живописием. И мой вклад в это тоже есть, присутствует. Стали больше людей ходить, допустим, в музеи, как-то интересоваться живописью. И искусствоведы, может быть, стали более, как бы, больше внимания уделять своей работе. Я, потому что с ними разговаривал, общался. И, конечно, они очень приветствуют такие стихи. Потому что это действительно дает какую-то энергетику этим картинам. Какое-то разнообразие, какое-то понимание этого процесса. Потому что художник, допустим, даже если вот Леонардо да Винчи взять, как он писал свою картину «Мона Лиза» Джаконда, современные компьютерные, значит, мастера, когда начали исследовать эту картину, оказалось, что Леонардо да Винчи сделал такие мазки своей кистью, которые невозможно сделать современным оборудованием. Понимаете? А он в то время таким, как сказать, творчеством, такими способностями обладал. Но если вы не знаете, кто такой был Леонардо да Винчи, вы, конечно, это не поймете, почему у него такие картины получались седеврами. Он был человеком, который обладал множеством талантов. Не только как художник, как физик, как химик, как биолог, как строитель, как инженер. Это был гений своего времени. И все короли, короли, графы были рады с ним познакомиться, с таким выдающимся человеком. То есть самые высокие особы государства были рады с ним познакомиться. Он такой был великий человек. То есть я своим творчеством как бы подчеркиваю, что вот такая совместная деятельность искусства, допустим, поэзии и живописи дает свой результат. И он очень глобальный. Очень глобальный. Люди начинают заниматься не просто живописью, а понимая, что есть поэты, которые, возможно, напишут и на их картины, стихи. Потому что у меня есть стихи и на совсем известных художников-современников. Мне просто картина понравилась, и я написал стихотворение. Вот такая была ситуация. Так что для молодежи тема, что о чем писать и как писать, это актуально. И второе стихотворение, которое я хотел вам прочитать, называется «Туман». Туман. Есть только силуэт реки, вливающийся в пустоту. Никто не знает, где предел туманной высоты. И даже солнце не удел в рассветный час. Туман идет, как богатырь, размазывая нас. И закрывает он с собой ту сказку, что есть жизнь. Но время – это тот Судья, который вечно прав. И солнце выберет свой путь, развеет страх. Но я, если глубоко вник в стихотворение, говорю о том, что туман – это временное явление. Что есть солнце, которое как-то рассеет туман. С тем смыслом, как в этих стихотворении написано. То есть я уважил какой-то свой смысл. Это простое погодное явление, которое мы часто замечаем. Может, даже не обращаем на него внимания. А вот я как поэт это оценил, написал и проявил его в виде стихотворения. На этой точке я хочу завершить свое выступление, так как излишняя информация, да, она очень глубокая, не всегда правильно воспринимается. Это моя третья часть. С вами был Валерий Измалаев. Здоровья вам и просветания.